Нищий ли ты духом? Мы сегодня поговорим о состоянии нашего духа и Библия описывает разное состояние духа и в списке блаженств, где евангелист описывает блаженные кроткие, блаженные чистые сердцем, блаженные миротворцы, в этом списке по приоритетам на первом месте стоит почему-то блаженные нищие духом. Я думаю, что это не случайно, Иисус Христос выделяет, насколько важно для Бога состояние именно нашего духа и наших внутренних качеств. Новый перевод Матфея 5.3 написано «блаженные, осознающие духовную потребность в Боге». Блаженные по-другому значит благословенные. Знающие и осознающие – это разные уровни. Если вы пропустили прошлое воскресенье, то я хотел бы сделать небольшой обзор первой части. Итак, что такое нищие духом? Во-первых, это люди, которые осознают свою нищету в Боге, нищету духовную, нищету физическую, нищету на всех уровнях жизни. Это когда люди пытались, даже религиозные люди, исполнять какие-то обряды, законы, но потом приходит момент, когда у нас два выбора. Первое. Людям Старого Завета и Нового Завета сегодня либо признать свою несостоятельность, либо оправдывать себя до конца жизни. Несостоятельность в исполнении закона. Это значит, что мы без Бога абсолютно ничего не можем. Мы не можем без Христа не грешить. Мы не можем без Христа стать лучше. Мы не можем без Христа как-то измениться. Мы не можем впадать в такое состояние, что я все достиг, я уже духовный, я все знаю. Это противоположное нищете духовной. Второе, что значит быть нищим духом, это полная зависимость от Бога и доверие Богу. Полная зависимость и полная надежда только на Божью милость. Не на свой опыт, не на свой бизнес, не на свои знания, не на финансы, но только на Божью милость. Бог этому учил людей. Мы думаем, что только сегодня Бог пытается учить людей в этом комфорте, в материализме, что нужно надеяться на Бога. Но вспомните Старый Завет. Израильтянам Бог давал манну только на один день. Почему? Простой принцип. Урок должны были устроить все. Ты должен научиться надеяться на меня. Даже на два дня нельзя было брать запас. Каждый день, как нищий, израильтяне должны были вставать и идти, и искать манну. Принцип один и тот же. Полная зависимость от Бога. Каждый день. И таким образом, сегодня этот призыв звучит и для нас. Третий смысл, что значит блаженные нищие духом, это духовный голод или жажда. Духовный голод или жажда. Вы знаете, друзья, что мы все понимаем, что такое физический голод, но духовный голод часто у нас в жизни отсутствует. Мы, современные люди, используя технологии, все понимаем, что такое голодный на Инстаграм, голодный на телефон, нищий на соцсети. Мы каждый день этим пользуемся, туда заглядываем, мы не можем прожить без дня, мы не можем прожить никакого общения без этого. Мы голодны на это. Вот к этому приблизительно призывает нас Писание. 1 Петра 2.2, новый перевод говорит, как новорожденные младенцы, вы должны стремиться к приниманию вот этого чистого духовного молока, то есть Писание, оно поможет вам вырасти. Вы знаете, что в английском языке эквивалент или замена материнского грудного молока по-английски называется формула. По-русски формула. Вот вам простая формула. Будешь пить молоко, будешь расти, будет рост. Духовное молоко, если человек принимает, питается каждый день, написано, это поможет вам вырасти. Вот почему очень важно духовный голод. Когда он отсутствует, это признаки уже духовной болезни. Четвертое, что значит быть духовно нищим, это ежедневный поиск питания. Приоритет номер один – питание. Приоритет номер один – это духовное питание. Вот что значит быть нищим духом. Это значит также постоянство. В Писании очень много говорится, будьте постоянны, пребывайте в молитве постоянно. Для нас этот принцип очень жизненно важный для нашего состояния духа. Поэтому постоянство или нищие духом – это состояние, когда люди нищие духом не только один раз в неделю, не только по воскресеньям, не только один раз в месяц, но когда люди каждый день испытывают духовный голод или жажду. Эти люди постоянно будут искать уединение с Богом. И пятый пункт, что такое нищие духом – это полное отсутствие гордости. Об этом мы с вами не говорили в прошлый раз. Я думаю, что вы согласитесь, что нищие духом, нищие люди физически, материально, они вообще не стыдятся унижаться. Правда? Там понтов нет. Они все закончились. Он полностью нищий. Он просто выходит, он не стесняется унижаться, просить, быть в таком состоянии, перед всеми, на площади стоять. У него одна цель – выжить любой ценой. И вот, друзья, нищие духом – это то, что сегодня мы должны испытывать, как верующие люди, полное отсутствие гордости. Вы знаете, что часто в христианстве есть такой призыв, когда людей призывают на покаяние, призыв к алтарю, к молитве, посвящению Богу. И вы знаете, что вопрос не сцены, ни доски, ни карпет здесь что-то меняет, а вот состояние сердца, когда человек выходит. И вы знаете, что есть верующие люди, вы, наверное, жили в разных странах, бывали в разных церквях, которые выходят сюда часто. Кто-то для принятия Христа, а кто-то не обязательно, потому что он грешный. Но они выходят сюда, когда звучит призыв. Но есть люди, которых вы знаете, которые никогда не выходят. Десять лет, двадцать лет, пять лет. Никогда. Но вы знаете, я хотел бы, чтобы мы все признали то, что это не значит, что духовно там все в порядке. Это не значит, что все на высшем уровне. И вы знаете, друзья, я расскажу свое свидетельство, когда я уже был служителем. Я помню, как после того, когда я уже получил, кажется, этот титул, и я первый раз пришел к сцене, склонился, и у меня мысль была, ну что обо мне подумают люди? Ты же уже служитель, ну как ты докатился до такой жизни, как ты можешь, ты что, согрешил, ну как ты мог? И вот это такое осуждение, давление, вот это хочется перед народом как-то показаться. И я помню, когда я все равно сделал этот шаг, я пришел, я встал, и я помню, какой большой груз спал с моих плеч. Вы знаете, друзья, что выйти вперед, это что-то ломается впереди в нашу пользу. И если выйти вперед, это не всегда значит, что грех тебя душит. А выйти вперед, иногда эта жажда толкает тебя на большее. Я хочу больше. Господь, хочу просто больше. Я не знаю даже, как это сработает, но я всем естеством, как нищий, демонстрирую при всех. Мне все равно, что подумают люди. Я просто здесь склоняюсь, разбиваюсь, падаю. Христос, я просто очень нуждаюсь в тебе. Другая мысль. А Бог и здесь меня услышит. На последней лавке. Бог везде слышит. Тоже правда. Нельзя с этим поспорить. Но это уже 20 лет правда. Но жажда людей толкает. Поиск, он движет. Вот отсутствие всякой гордости. Вот почему я хотел бы сказать, что я думаю, многим верующим, со стажем верующим, иногда полезно и сюда выходить. Я не говорю, что сейчас это как бы все решает. Это уже состояние вашего сердца. Иногда это просто гордость мешает. Иногда просто жажда отсутствует. Как хочется, чтобы мы, как верующие люди, независимо от нашего стажа и титула, иногда просто разбивались как сосуд перед Богом в поиске Его прикосновения. Хочу снова сказать к верующим людям. Помните, Давид говорил, молился Господи, «Дух правый обнови во мне Божие». Верующий человек, он не говорит «дух гнилой», «дух греховный», а он говорит «правый», «правый», то есть нормальный верующий, «обнови». Нас просили прощения у супруга, у людей. Если мы не помним, или второй вариант, «нищее духом проявление» состоит в том, когда мы говорим почти регулярно, «Дух Святой, укажи мне на мои недостатки. Укажи мне, в чем мне нужно исправиться. Если я вам укажу, или жена указывает, а-а, миллион раз, но оно как-то, она указывает, оно не смотрится, и все. Но если Дух Святой указывает, это совершенно все воспринимается на другом уровне. Друзья, хочется, чтобы мы сегодня, современные верующие люди, имели вот это состояние блаженства, были нищи духом. Но сегодня иногда печально наблюдать, что мы иногда верующие самодостаточные, самоуверенные, очень материальные. Когда я смотрю на первую церковь, они проходили катакомбы, рискуя жизнью. Собирались там, прятались в пещерах, а там темно, там тесно, там жарко, там страшно. Что ими двигало? Когда мы смотрим на наших отцов, гонения в Советском Союзе, штрафовали, сажали в тюрмы, шли пешком, далеко. Вопрос, что ими двигало? Нищета духа. Могли спокойно сказать, то дома помолюсь, то YouTube посмотрю, то еще что-то там, то Бога знаю, и истории из Библии все знают. Но нищета – это постоянный поиск. Поиск, постоянный поиск чего-то духовного. И тогда в Советском Союзе и в Римской империи уровень комфорта был очень низкий. Уровень духовной пищи проповедей 50 лет назад, можно, наверное, сказать, тоже был очень слабый. Но уровень духовной нищеты был очень высокий. очень проповедник вставал, открывал, без подготовки. Помните раньше, как пасторы, проповедники 10 часов на заводе отработал, если успел, не успел покупаться, пришел, из последних сил успел, Библию открыл, прочитал. А какое влияние? Почему? Кажется, уровень не тот. Жажда, нищета духом. И вот сходила Божья благодать и питала народ. Бога, друзья, привлекает наша слабость, нищета нашего духа. Иакова 4,6 написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, пять пунктов на вашем экране. Если желаете, можете сфотографировать, кто берет конспект, можете записать. И мы с вами переходим ко второй части, что значит нищие духом. Как нищий, который готов от всего отказаться ради хлеба, так верующий человек сегодня должен быть готов все поставить на второе место ради отношений с Богом. Филиппинцам 3,8. Павел делает радикальное заявление. Нам кажется, ну эти просто стихи из Писания, ну звучат, ну просто круто, ну духовно, ну просто для них, но не для нас. Ну никак современному верующему, ну не вмещается в голову то, что я сейчас прочитаю. Да, и все почитаю, читаю ради превосходства, познания Христа Иисуса. Для Него я от всего отказался. Все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Ну правда духовно, ну правда хорошо, ну правда для них. Кажется, ну почему Евангелие сегодня стает кажется таким недоступным, стает радикальным. Что-то не то, или с Евангелиями, или с нами, или с теми людьми тогда, или с нами сегодня. Мы часто ведем себя, как будто мы материально нищие, голодные. У нас часто, я говорю у нас, друзья, потому что мы все подвергаемся этому. Вы знаете, вот как ребенку мы часто говорим, нужно комнату убирать, нужно комнату убирать. Уже опять рассказали, он вроде бы понял, нужно чистить зубы и убирать комнату. Прошла неделя, и опять нужно ему напоминать. Мы же уже два года об этом говорим. Вот так иногда и с нами. Мы вроде бы это знаем, эти истины понимаем, но проходит время, и нас нужно снова будить. Нас нужно снова как-то пробуждать, что друзья, нет, 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 нас заносит в суету, мы тонем, мы буксуем. Нужно выбираться оттуда поскорее, потому что нам всегда чего-то нужно больше. Нужно, чтобы был дом, квартира, машина круче, новее, одежда и так далее. Но я хотел бы провести параллель вот духовной нищеты и материальной нищеты. Пример из Старого Завета, поговорим об особых людях, это левиты. Вы знаете, что это были отделенные люди, избранные Богом. Бог решил и постановил так, чтобы они несли специальную роль в Божьем народе, чтобы они отвечали за служение. Это были священники. И вот что произошло. Числом 18 глава, 20 стих. Кто не знает, расскажу, что всем израильским коленом была дана земля или участок, где они могли жить, делать бизнес, устроять, зарабатывать, кормить свою семью. Но были одни люди, одна категория, это левиты, которым Бог сказал, вам земли не будет, вы не будете заниматься своим бизнесом. Подождите, подождите, подождите. Это были особые люди. Это были Богом избранные, отделенные. Это были посвященные люди. Кажется, ну, Божьи люди. У Бога на особым счету. И именно им Бог говорит, вот у вас не будет своего хозяйства, своего огорода. Вот именно вы будете зависимы от меня полностью. Вот вас я и поздравляю. Мы такие, вау, левиты, это же такие вот Божьи, Божий народ. И вот теперь мы с вами видим, друзья, уровень, уровень мышления логический нашего, земного. вот сам себя прокормлю, заработаю, отложу. Это неплохо. Бог же другим разрешал. Он же сам им дал вот эти земли. Сам им разрешил делать бизнес. Но, а уровень выше, уровень выше, вот это вот мои. Бог вот, что им сказал. В новом переводе написано «А тебе я даю в дар себя». Представляете, какой уровень отношений, какой уровень доверия. Вот вам нищие духом полная зависимость от Бога, полная. Даже грядочки не дал. Полная зависимость от Бога. Вот видите, какой уровень Бог воспитывает в людях, которые вот приближенные к Нему. Вот что для нас сегодня такая серьезная параллель духовного, не духовной нищеты и физической нищеты. Логически, физически это очень трудно принять. Но Бог сегодня этот вопрос и нам задает. Вот я Бог для вас этого достаточно или нет? Достаточно ли я для вас? можете ли вы доверять полностью мне, даже в ваших материальных нуждах здесь на земле? Нищие духом это постоянный поиск и ожидание по-английски expectancy. You are always expecting something from God. Ожидают. Вы знаете, люди иногда идут в церковь, не ожидают. Почему? По привычке идут. Так надо, так научили. Ну и слава Богу, молодец, кто пришел. Но нету ожидания, что вот я приду и сегодня что-то изменится. А у голодного всегда ожидание, я приду, я должен уйти сытым. И вот это ожидание иногда у верующих людей, особенно у верующих со стажем, оно иногда притупилось. Матфея 13.15 написано, огрубело сердце людей сих, ушами с трудом слышат. Речь идет о религиозных людях. Глаза их сомкнули, не увидят глазами, не услышат ушами, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Кажется, как глупо даже так думать, не обращаться к Богу за помощью, чтобы Бог помог и исцелил. Но иногда оказывается есть шанс, есть риск, есть опасность в том, что люди могут впасть в такое состояние, когда вот притупилась вот этот голод, жажда, вот это ожидание от Бога, написано «огрубело сердце». О религиозных людях идет речь. Вы знаете, что это опасное состояние, в которое можем впадать и мы сегодня. Вот когда мы применяем вот это местописание к себе, это имеет другое действие. Когда мы думаем о них, тогда ну, жалко их. А сейчас в данной ситуации хочется осознать, что мы в жалком состоянии иногда находимся. Вы знаете, в Библии есть одно место, написано, что люди, римлянам 1.21, этого нету на экране, они, как они не прославили Бога, познав Бога, не возблагодарили, еще есть написано, не заботились иметь Бога в разуме, и дальше написано осуетились, представляете, друзья, вот какое состояние, все нормально внешне, все есть в холодильнике, в банке, все нормально, и в церкви сидит, но написано не заботились иметь Бога в разуме, не возблагодарили, осуетились, вот это, я думаю, ключевое слово, ключевое слово, оно просто сегодня нас, наверное, всех на повал обличает, осуетились, осуетились, блаженный нищие духом, параллель, осуетились, блаженный нищие духом, осуетились заботами, и вот это вот, друзья, духовная апатия, она имеет последствия, именно духовная апатия, когда мы не бежим к Богу, как к первому источнику, ресурсу, сегодня, друзья, я тоже использую Google, но когда я вижу, что любая проблема, любые симптомы, сразу первая реакция, рефлекс, это Google, это там интернет, это какие-то звонки, это там еще что-то, это все нормально, это нормально, Бог дает нам на это мудрость, но как хочется, чтобы вот этот первый источник, куда мы обращаемся, был Бог, чтобы мы были вот этими попрошайками, которые умоляют других, помолись за меня, помолись за меня, или вот это вот такое состояние духа, апатия имеет последствия, Откровение, 3 глава, 16 стих, но как ты тепл, не горяч и не холоден, то издвергну тебя из уст моих, говорит Бог, ибо ты говоришь, я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Хочу напомнить вам контекст этого писания. Это идет обращение к церкви, идет обращение к верующим людям. Это не просто какие-то там атеисты собрались или люди не верующие в Бога, но послание к церкви, к верующим людям. И здесь речь идет о их состоянии, здесь противоположное состояние нищете духовной. Здесь очень красиво описывается духовная апатия. Апатия это значит безразличие, on difference, I don't care, I'm not against spirituality, but it's not my priority. И вот здесь, друзья, в новом переводе написано ты не осознаешь, помните, знать, осознавать разные уровни, ты не осознаешь, что ты несчастный, жалок, беден, слеп, инак. Пассивное, теплое, современное, духовное состояние, принятое большинством общества. Лаодикийская церковь, они думали, что они духовно нормально. Почему я так утверждаю? Потому что тут написано, Бог говорит, ты не знаешь, ты не осознаешь. То есть, а они думали, что они знают. Они в церкви, наверное, сидели, как и мы, и они думали, что все духовно нормально. Я думаю, что если сегодня любого из нас спросить, как твое духовное состояние, ну 90% ответит, нормально. Ну всегда можно лучше, но нормально. Ну правда? Ну каждый из нас скажет, ну нормально, ну всегда можно лучше, ну нормально. И вот это, что всегда можно лучше, вот эта жажда, вот эта духовная нищета, это вот состояние, которое мы уже с этим смирились, с этим желанием. Оно уже давно там на полочке, оно уже есть, оно уже как-то классифицировалось. Но сегодня, я думаю, самая актуальная проблема христиан сегодня, это духовная апатия и безразличие. Подумайтесь, вдумайтесь, насколько вы согласны с этим, лично вы. Сегодня, как никогда, кажется духовной пищи изобилие, доступ к духовной пище, ну просто одним взмахом пальца. Кажется, проповеди, уровень, семинарии духовные, богословы, как никогда. Духовная литература, ну не имели наши отцы этого. И какой результат? Мы видим, что общество как-то разлагается потихоньку, мы к этому привыкаем, разлагается, разлагается, как-то мы ассимулируем себя с этим обществом, социумстройством. И вот это, в этом есть опасность, опасность. Как хочется мне сегодня, друзья, этими словами не просто бить, а просто взывать, просить нас. Мы все подвергаемся этой опасности, чтобы мы не впадали в апатию, чтобы у нас не пропал вот этот духовный голод и вот это состояние нищеты нашего духа. Потому что Езекииле, 34 глава, 16 стих, написано, потерявшую овцу отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу, укреплю, а разжиревшую овцу истреблю. Это когда люди присыщены духовно, присыщены духовно, их уже ничего не интересует, их уже ничего не манит, не затянет, уже там какие-то артисты, спикеры, какой бы ты там фейерверк не делал, ну просто уже хоть на голове там пляши, все уже просто присыщение духовное. Это опасность, это опасность, друзья. Писание нас об этом предупреждает. И вы знаете, когда оно сработает в нашей жизни? Только если мы это признаем. все эти лекции, слова, писание, все хорошо, все классно, молодец, но здесь одна есть вещь, что мы не против этого, но мы это классифицируем в папочку или в свою коробочку в мозгах «я не против», и все. Но это мою жизнь влиять, менять не будет. Но я не против. И вот этот момент, вот это такой переходной момент, мы многие там попали. Мы же не против этих призывов и истин. Мы не против «хорошо», «хорошо» сказано. На понедельник, вторник, и поехала рутина, как вчера и третьего дня. И вот это, друзья, жалко. Вот почему Писание нас, друзья, предупреждает, предупреждает об этой опасности. Удивляет, когда я смотрю, когда молодые пары или молодежь нашей церкви приходят на молитву по понедельникам. Кажется, такое непопулярное служение. Это, я думаю, везде распространено в каждой церкви. Вопрос, почему вот это меньшинство, вот эти некоторые люди, у них что, детей нет, есть? Они что, не устают? Устают. Они что, не могут дома помолиться? Могут. Но вот почему, вот почему вот это вот меньшинство, вот какой-то голод, какая-то вот эта жажда, какой-то вот этот приоритет, как-то их графики меняет, как-то их что-то туда влечет. И хочется сказать нам, верующим сегодня, до тех пор, пока люди ищут Бога ради материальных и земных ценностей, они никогда не будут удовлетворены Богом. Это не популярные Евангелия. Евангелие процветания более привлекательный. Но я хочу повторить, до тех пор, пока люди ищут Бога, в церкви сидят, приходят к Богу только ради материальных, физических, земных ценностей, они никогда не будут удовлетворены Богом. Это не значит, что Бог не может давать материальные благословения или физические. Совершенно этого не значит. Бог и милует, и дает. Но уровень отношений, ценности Бога, то, о чем сегодня мы с вами слушаем и Слово Божие, это совершенно разные вещи и уровни. Бог призывает нас вкладывать и заботиться именно в первую очередь о духовном состоянии своего Духа. Искать именно прежде Божьего Царства и духовных ценностей. Матфея 6.33 написано «Ищите прежде Царствия Божия, правды Его, все остальное приложится вам». А перед этим там написано, что не будьте как язычники, которые ищут только во что одеться и что покушать. Здесь идет очень четкое, ясное обращение к людям, знающим Бога, к верующим людям. Идет противопоставление. Стих перед этим написано «Не заботьтесь о том, что вам кушать и пить». Это не значит, что не надо работать. Да, нам нужно это иметь, но снова главная мысль первостепенная духовно. Первостепенная духовно. Если на вашей жизни духовные вещи будут на первом месте, вы будете благословенны, ваши дети будут благословенны, но многие вещи мы по дороге, по жизни растеряли, а потом мы уже потеряли. Иногда можем из-за этого, не всегда, но часто из-за этого потеряли и детей, и семью, и многие другие вещи, потому что что-то мы в приоритетах запутались. Ищите прежде Царствие Божие. И снова, как хочется, чтобы мы не просто классифицировали эту истину в раздел «Я не против», но это мою жизнь не будет менять, а просто чтобы это двигало нами во имя Христа Иисуса. Матфея 5,3 написано «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы сегодня с вами много говорили, что такое нищие духом, и дальше интересно, к чему же это приводит, ибо их есть Царство Небесное. Интересный вопрос, что значит Царство Небесное? Как его понимаем мы? Кто-то это понимает по-разному, есть разные многогранные толкования значения. Важно обращать внимание на контекст и попробовать разобраться, что же это значит. Это когда? Это в будущем или это сейчас? Хочу обратить ваше внимание на слово «есть». В английском и русском переводе это идет речь о настоящем времени. Нище духом их есть уже сейчас в настоящем времени Царство Божье. Как это работает уже сейчас мы с вами к этой мысли вернемся. Хочу прочитать Луки 17 21 Царствие Божье где оно? Снова отвечаем на вопрос что это такое? Оно здесь или вот там? И Христос отвечает Царствие Божье внутри вас есть. И этим ответом Иисус показывает что Царствие Божье это не местность это не город это не государство а это что-то совершенно другое. Хочу обратить ваше внимание на контекст этой беседы. Кто задает этот вопрос? Этот вопрос задают фарисеи. По контексту вы можете прочитать эту главу. И они не спрашивают где это Царство Небесное. А их вопрос был в стихе выше когда придет Царствие Божье. то есть их вопрос был когда? Это задавали фарисеи. А Иисус им отвечает Царствие Божье внутри вас. Так подождите как оно может быть внутри их? Эти же фарисеи и распяли Христа. Они же в Него не верили. Они Его не принимали. И Он им говорит в Царствие Божье внутри вас. Вот почему важно здесь посмотреть какой контекст. И дальше друзья пробуем с вами снова разобраться что же значит Царствие Божье. Если мы читаем Писание многие притчи евангелисты описывают раскрывают природу и понимание что есть Царствие Божье. Закваска семя и так далее. И Христос отвечает этим иудеям фарисеям не ученикам и Он говорит что Царствие Божье внутри вас. Но это написано в синодальном переводе. Если вы посмотрите другие переводы и английский перевод то там написано among you что значит среди вас. И здесь мы с вами открываем другой смысл среди вас. этими Иисус Христос демонстрирует что Я Царь представитель Царства уже среди вас. Я среди вас. Царствие Божье среди вас. По-другому что значит Царствие Божье это Божье присутствие. Это одна из граней что это это Божье присутствие. Когда мы имеем Божье присутствие особенно в нашем духе то друзья мы сразу попадаем в другое измерение. Изменяется полностью наше мышление приоритеты наша шкала ценностей наш взгляд на мир на проблемы все меняется если мы попадаем в Божье присутствие. И вот это вот то что Иисус Христос пытался им передать что Царствие Божье пришло в лице Христа что Он уже среди них это Божья система законодательств система его ценностей в которой живет человек. Дальше друзья евреи можно напомнить они ждали ожидали Мессию что Он придет как Царь и Он устроит или построит Царство земное. Во-первых Он уничтожит всех врагов Он организует сильную армию уничтожит всех римлян они будут получать хорошую пенсию то есть они ждали вот такого Царя вот такого Мессию вот это Царство которое они искали но Христос им пытается показывать что Я Царь другого уровня вообще не земного а именно внутреннее состояние и здесь друзья мы с вами подходим к другому значению или грани что еще для нас может значить Царство Божье это внутреннее состояние Духа когда человек принимает Христа как своего личного спасителя когда он принимает его верой когда он рождается свыше благодаря этому процессу Дух Святой поселяется в наше сердце мы обретаем другую природу и у нас меняются ценности меняются смысл жизни меняется наша природа мы живем по новым принципам мы как будто бы на другой планете вот знаете бывают люди так мыслят а так смотрим на него кажется ну ты как с другой планеты вот так иногда мир смотрит на нас друзья наши понятия как будто с другого царства ты как будто ты что ну новости не читаешь ты что не читал и новости знает но как будто с другого царства потому что внутри царствие божье внутри вас есть помните царствие оно уже блаженное нищее духом ибо их есть царствие небесное знаете почему уже есть потому что спасенные люди рожденные свыше люди которые имеют обновленный разум у них оно уже есть вот эта природа другая и вот это присутствие Духа Святого в нас внутри в нашем сердце оно и делает нас другими и мы смотрим на жизнь с другой перспективы и сразу попадаем в другое измерение но это может понимать только духовный человек еще одно подтверждение этой мысли что это здесь идет речь о внутреннем состоянии написано 2 коринфянам 616 ибо вы храм Бога живого вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом они будут моим народом видите снова описывается внутреннее состояние кажется аналогически никак ну как можно Бога поместить внутрь нашей грешной плоти но здесь друзья снова говорится о внутреннем состоянии когда мы внутри имеем другие ценности благодаря влиянию слова Божьего и Духа Святого благодаря действию Духу Святому в нашей жизни чем больше мы имеем отношения с Духом Святым даем ему вот эту свободу чем больше мы понимаем свою зависимость и нищету от Бога что мы не такие хорошие не такие мы воспитанные часто мы срываемся нам нужно как можно ближе как можно ближе вот к этому Духу Святому и влиянию и управлению в нашей жизни ну и третье грань или измерение что такое Царствие Божие это конечно же и будущее грядущее царство о котором написано что тоже нам нужно его достигать оно уже приготовлено для нас прежде создания мира вот вам три минимум взгляда грани на Царствие Божие но нам сегодня друзья важно снова понимать что состояние нашего Духа оно уже верующим людям на земле может давать состояние блаженства когда в нашем Духе мы удовлетворены довольны мы имеем римлянам 14-17 написано ибо Царствие Божие не пище и питье но праведность мир и радость во Святом Духе вы бы отдали миллион долларов за праведность мир и радость если бы был отдали вот все да если бы да если бы да если бы не бы и вот так друзья снова описывается видите здесь внутреннее состояние характеристика Царствия Божия здесь говорится друзья о плодах Духа которые должны быть присутствовать в жизни человека праведность мир радость во Святом Духе и вот этого друзья я всем желаю вы знаете нам кажется что мы снова не против как хочется выйти из вот этой коробочки я не против как хочется перейти уже к жажде к этому нищему состоянию Духу который просто уже все на все забил он уже просто идет говорит Господь не хочу попасть вот в эту категорию апатии суеты хочу Господи оставаться жаждущим вот в этом есть благословение и дальше друзья идет призыв к нам верующим и вот это вот состояние праведность мир и радость это то что сегодня можем мы иметь это то что сегодня можем мы иметь праведность мир и радость во святом духе я думаю что многие мы скучаем за миром за радостью тоже как-то на амазоне заказывали они пришла и здесь идет призыв дальше к верующим откровение 3 глава 16 по 19 стих но так как ты тепл не горяч и не холоден снова обращение к верующим со стажем написано Бог говорит дальше так как ты в таком состоянии духовном теплый по нашему средний нормальный дальше написано Бог говорит кого я люблю тех обличаю друзья сегодня это слово я не знаю как оно у вас переводится но Бог это делает с любовью из-за любви ради любви ради твоих детей ради тебя самого ради меня говорит кого люблю тех обличаю тех и наказываю и дальше и будь ревностен и покайся а что делать дальше каждый сам с собой и с Духом Святым это не призыв в грехах каяться здесь в теплом состоянии в нормальном духовном ну в нормальном особенно к тем кто в церкви мы же лучше тем тех кто не здесь новый перевод написано так будь же ревностен и покайся искренне друзья духовная нищета она обогащает других а нам кажется что мы хотим быть полезны для других вы знаете павел писал говорил нас огорчают а мы всегда радуемся мы нищие но многих обогащаем в английском переводе написано we are poor but we give spiritual riches to others и дальше слова Христа блаженный Матфея 5.6 блаженный алчущие и жаждущие правды новый перевод блаженный изголодавшиеся томящиеся жаждой по Богу по праведности и хочется сказать позволь Богу сделать тебя нищим одно из значений еще позволить что значит позволить Богу сделать себя нищим это согласиться с Его волей согласиться быть от Него зависимым а это тоже не так просто не так легко нам легче логически надеяться на свои ресурсы но сегодня хочется сказать словами Христа кто жаждет иди ко мне и пей кто жаждет кто хочет кто нищий кто осознает свою нищету в Боге кто персонально принимает эти слова и так как ты тепл будь ревностен и покайся во имя Иисуса Христа пусть сегодня это слово Божье поможет нам возбудит в нас жажду искать жаждать быть духовно нищими голодными во имя Иисуса Христа аминь во имя